Приднестровский государственный университет сейчас это более 10 тысяч студентов, известность за рубежом и 85 лет истории. В честь юбилея вуза в Тираспольском объединённом музее открылась тематическая выставка. На выставке представлено более 100 экспонатов из фондов музея, также из фондов музея-университета. Они нам предоставили, мы им очень благодарны за это. Экспонаты очень интересные, так как в фондах хранится много экспонатов, мы выбрали, естественно, самые интересные, поэтому все экспонаты очень уникальные. Среди экспонатов есть издание, в котором рассказано о всех ректорах, в том числе о самом первом профессоре Бихмане, которого впоследствии репрессировали. Для меня, например, было большим открытием, когда в прошлом году на День ГУЛАГа, а мы проводим этот митинг там на могиле репрессированных, приезжал специально ради этого его внук из Израиля. То есть вот настолько для него это важно, знать свои корни. Он был у нас в музее, мы ему показали эту книгу, он был очень благодарен. Все экспонаты в разное время принесли жители города. Кроме фотографий студентов прошлого века, посетители могут увидеть и старую печатную машинку, и необычный плакат. Его нарисовали на рубеже 90-х годов, в тот период, когда руководство вуза разделяло националистические взгляды соседней Молдовы. Был даже такой момент, когда мы были по одному времени, а институт жил по-другому. Мы в городе это очень активно обсуждали. И тогда многие историки просто промолчали, свою позицию не высказали. И только Анна Захаровна Волкова вышла с плакатом против того, что такие националистические идеи возобладали, что начали переписывать историю. И поэтому на одном из массовых митингов был этот плакат «Почему молчит кафедра истории?». На открытие выставки пришли нынешние студенты. Им еще предстоит многому научиться и, как знать, возможно, к следующему юбилею университета в объединенном музее появятся экспонаты, посвященные им. А эта выставка продлится до 9 октября.